Тысячи гектаров за миллионы рублей. Сегодня в суде Ленинского района приступили к рассмотрению дела чиновника из Министерства лесного и охотничьего хозяйства области. Как считает следствие, Артем Никулин, пользуясь своим служебным положением, за вознаграждение раздавал предпринимателям земельные участки. Напомню, задержали заместителя начальника управления охотничьего хозяйства в мае прошлого года на рабочем месте после того, как он получил очередную взятку. В ходе расследования выяснились интересные факты. Например, то, что Никулин попросту не допускал к аукциону тех, кто отказывался платить. Ольга Патрушева побывала на первом заседании и выяснила, по какой схеме тысячи гектаров незаконно пустили с молотка. Артема Никулина задержали в мае прошлого года на рабочем месте, сразу после того, как он получил взятку от предпринимателя в 1 миллион рублей. Еще столько же от руководителя промтехлеса Чернова он получил несколькими днями раньше. Это было главным условием чиновника, чтобы предприятие победило на аукционе. Честные борьбы, как считает следствие, Никулин не признавал. Желая побудить Чернова к даче взятки, воспользовался своими полномочиями и по формальным основаниям отказал в допуске о промтехлес к участию в аукционе номер 58. На том аукционе решалось, кто будет арендатором земли в Саракташском районе. Это последний, но, как считает следствие, не единственный случай, когда процедура выбора победителя проводилась нечестно. Так, в декабре 2012-го решалась судьба почти 17 тысяч гектаров земли в Кувандыгском районе. Никулин через своего знакомого Фисенко, неосведомленного о преступных намерениях Никулина, организовал учреждение коммерческой организации общества с ограниченной ответственностью «Медведь». Без фактического участия представителя ООО «Медведь» провел аукцион на право заключения охотно-хозяйственного соглашения, в котором обеспечил победу указанной организации. А дальше началось самое интересное, рассказывают правоохранители. Когда «Медведь» стал полноправным владельцем земли почти на полвека, у организации сменился хозяин. И по версии следствия, от этой сделки семья Никулина получила квартиру в новом доме от одного из самых известных состройщиков. Обеспечил переход права на долю в основном капитале ООО «Медведь» к Ситникову и его знакомому Николаеву по 50% доли каждому, за что получил от Ситникова имущество в виде указанной квартиры, которому присвоен адрес город Оренбург, улица Оксакова, 28, квартира 43. Артем Никулин в ответ на обвинение заявляет кратко, но четко. Нет, полностью по всем эпизодам. Еще один эпизод от 2015-го. Тогда Никулин создал фирму «Кедр». Оформил, конечно же, не на себя, на подставных лиц. А когда «Кедр» победил на аукционе и забрал в аренду около 14 тысяч гектаров в Саракташском районе, у компании вновь неожиданно сменился руководитель. Правда, в этом случае, как показало расследование, с Никулиным рассчитались деньгами. Евстифеев, продолжая выполнять обязательства по ранее достигнутой с Никулиным договоренности, лично передал Никулину деньги в сумме 1 миллион рублей, являющейся частью взятки в особо крупном размере, составляющим 1 миллион 500 тысяч рублей. Что грозит пока еще нынешнему чиновнику, неизвестно. Рассмотрение дела в суде только началось. Впереди допрос свидетелей и самого подсудимого, который, как уже понятно, вину свою не признает. Ольга Патрушева, Константин Воробьев. Наше время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова